доброго времени суток мои дорогие зрители и подписчики девочки и мальчики с вами канал life таро надежды снова на новой скатерти и у меня все так же я положила пентаграмму но как я уже говорила для меня это пентакль и это пентакль потому что в картах таро прорисовка пентакливых карт но в этой колоде мы не видим здесь по-другому в основном до рисуют пентаграмму и также скоро у меня на столе вы увидите ту свечу которую я сделаю специально для раскладов в раскладе невероятная новость для вас от вашей судьбы был посыл карт свечи на для того чтобы я думаю что если вы смотрели то вы знаете если не смотрели давайте я вам вот здесь оставлю ссылочку расклад действительно бомба там одни комментарии чего стоит я конечно очень многое из того что я проговариваю видео то что я вижу в картах я этим тоже пользуюсь поэтому сделать свечу для того чтобы делать с ней расклады это на то цель которую я себе поставил на ближайшее время фитили я уже нашла что буду заливать в банку нашла красивую банку нашла украшение для банки у меня тоже есть осталось подобрать только турку в которой я буду плавить воск но у меня на самом деле будет не восковая а парафиновая свеча и все нам не останется только сделать свечку напишите мне пожалуйста как у вас с этими делами продвигаются дела с этими делами с этим вопросом продвигается дела может быть вы уже сделали свечи что если сделали в группе в telegram вы смело можете показать то что вы сделали самостоятельно там вроде бы есть функция прикреплять изображение если нет напишите мне я посмотрю в настройках и открою потому что для кого-то это тоже может быть дополнительным стимулом наконец-то сделать что-то своими руками самостоятельно опять же наши руки когда они заняты каким-то новым интересным делом во-первых нейронные связи новый образуется а это всегда важно полезно во вторых наши мозги отдыхают от тех вопросов которые нас тревожат которые нас волнуют это тоже такая трудотерапия но только это приятная трудотерапия потому что все-таки свечи вы будете делать с определенной хорошей программой для себя и которые у вас однозначно будет работать точно потому что это сделано вашими руками это сделано для вас и вы точно знаете что вложить в эту энергию вот чтобы получить свой результат поэтому пишите что по поводу свечей пишите по поводу telegram ссылка на telegram яндекс и тик ток в описании под видео и в закрепленном комментарии то есть самый первый комментарий разворачивайте и там все 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 ссылки не забывайте про подписку на дополнительные ресурсы так как ситуация у нас нестабильная мы не знаем встретимся мы с вами сегодня завтра записывая расклад каждый раз до сталкивали сталкиваю с мыслью записывая расклад люди его увидят через vpn или не увидят вообще и смогут посмотреть его там только в telegram или в дзене поэтому туда тоже подпишитесь если не хотите потерять меня мной конечно же лайки и комментарии то не просто приветствуется а это моя большая просьба вот потому что когда вижу что канал живет канал развивается это сейчас моя мотивация и мое вдохновение делать расклады для вас также каждый день я думаю тот кто где делает какую-то работу по своей собственной инициативе вы знаете что такое замотивировать себя на регулярной основе делать какие-то определенные действия даже если вам это нравится на то мы сами себе начальники да и вы и мы можем быть злыми начальниками себя можем и можем быть добрыми сказать ладно сегодня возьми выходной ничего не делай но когда вижу что мои расклады нужны конечно я буду делать настолько насколько это будет необходимо все мои хорошие болта логическая часть она закончилась мы сегодня смотрим самый главный вопрос когда он хочет задать вам это тот ответ который ему очень важен мы конечно посмотрим что это за вопрос и почему он так нужен ему этот вопрос и ответ да почему ответ ему нужен были в комментариях запросы что я даже не знаю что он хотел бы обо мне узнать далее даже не знаю какие вопросы у него ко мне еще остались но все вопросы мы смотреть не будем но посмотрим самый главный таро колесо года и давайте мы с вами будем смотреть начиная с сигнификации и так что происходит по факту здесь ничего хорошего потому что рыцарь мечей всегда карта воинственная карта очень резкая очень сложная отношение напряженные либо отношения здесь нет вообще сказать даже если эти отношения еще существует что что тут все хорошо конечно по такой карте абсолютно невозможно но вот сейчас каждый из вас занимается своими собственными делами кстати у вас есть свои какие-то планы и и причем здесь самые ближайшие то ли здесь празднование потому что у нас впереди праздники эти майские они продолжаются вот возможно это день рождения может быть встречи с друзьями здесь семья здесь родные и близкие здесь то когда хочется быть вместе у вашего загаданного человека здесь точно также то ли на пикник собирается то ли в отпуск собирается то ли в целом это просто выходные которые он хочет провести в кругу людей с которыми он постоянно находится в контакте ну вот здесь пока у вас ну вот если так посмотреть планы совпадают хотя ожидание действий здесь сейчас находится тоже на повестке дня сейчас посмотрю это вы ждете вы оба кстати ждете здесь знаете что происходит он ждет когда вы здесь сделайте какой-то шаг там действия поступок напишите позвоните а вы ждете чтобы сделал это он для вас важно как когда партнер проявляется почему это так важно почему и так важно тоже тогда появляется понимание что я не безразлична или не безразличен ей вот кстати да та самая пентаграмму который мы говорим вот на картах пентаклевых во многих колодок подавляющему большинстве пентакли изображаются именно таким образом это здесь там где виноградная гроздь там где пшеничный колосок но в основном так когда человек делает к тебе шаг несмотря на то что там поссорились поругались расстались да несмотря на сложность взаимоотношений всегда чувствуешь что отношения живы и в этих отношениях много еще чего не закончилось да что раз человек делает шаг значит ему важно значит он не хочет потерять меня да и опять же этой сатисфакция зачастую но только здесь каждый да вот делает вид что у него все хорошо и дай бог чтобы это так и было до что все хорошо занимается своими собственными жизнями делами при этом каждый из вас ждет что вот-вот и будет сделан шаг во всяком случае это такое желанное желаемое событие эти мысли посмотрим его мысли о вас сегодня что он думает о нас думаешь что вы все ну вот то что вы ему демонстрируете девочки даже если это неправда вы настолько искусно можете все завуалировать негативная какую-то или проблема что ему кажется что все у вас хорошо и в работе все получается и в отпуск вы можете поехать может быть вы автомобиль себе купили и он это увидел да и сразу а значит все в порядке не видит проблем в том чтобы вашей жизни здесь что-то было нехорошее кстати еще он подозревает что у вас и личная жизнь здесь налаживается что его это никак не тревожит почему не тревожит очень даже тревожит он не хотел бы не хотел бы чтобы ладно там работа да и ладно у вас в жизни в целом все хорошо там социальные ваши но он не хотел бы чтобы выездить тем более до чтобы с кем-то были серьезные отношения там обручились с кем-то повенчались с кем-то выходите замуж за кого-то или просто у вас уже был партнер о котором он знал и у вас этим партнером там все шикарно все отлично вот это для него было бы окончательным таким каким-то ударом отправиться от которого он очень быстро не смог бы на большая печаль потеря разочарование но вот так вот наскоком до узнавая про вас ли пытаясь получить информацию из доступных ему средств виде может быть мессенджеры какие-то соцсети он делает вывод что у вас хорошо все у вас прекрасно да ну и личная жизнь наверно тоже налаживается но здесь такая вот оскомин на про вашу личную жизнь что он не хотел бы чтобы у вас а почему не хотел бы а потому что если у вас все будет хорошо в личной жизни с другим человеком до даром он вам нужен потом будет правильно же правильно ну давайте тогда будем смотреть какой самый главный вопрос он хочет задать вам у тебя появился уже мужчина или нет вот это его девочки волнует вот посмотрите да а с чего все начиналось да вот мысли о вас и вот это все выливается в главный вопрос карта семьи и карта императора есть ли тот у тебя кто занял бы твое место в твоем сердце тот человек с которым ты хочешь быть вместе с кем-то счастлива тот кто составляет вот все 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 ну всю гармонию когда ты говоришь как дела да все хорошо все в порядке что на личном и на личном все хорошо там а как в работе да и в работе до слог к слава богу все отлично и если работа как я уже говорила здесь более-менее здесь все нормально но видимо это тот человек который считает что каждый каждый должен заняться заниматься делом приносить приносящим ему доход я в принципе с этим тоже абсолютно согласна каждый должен найти себя и каждый должен работать и иметь возможность обеспечивать себя самостоятельно то вот все что касается видите вашей личной жизни это самый главный самый большой вопрос у него почему так печется просто я думаю что и вы и я все понимаю но почему именно его это так волнует девочки это его не просто волнует это то что доводит его до головной боли это то что укладывает его с мигренью просто в постель это то чему не хотел бы делиться у не хотел бы делиться вами с кем-то он не хотел бы чтобы вы свою любовь свою заботу обратили на другого человека это сильная ревность очень девочки здесь сильная ревность было бы его желание я не зовут любыми возможными способами он закрыл бы вас от всех мужиков чтобы пусть его жизни все будет хорошо но никакой личной жизни он собственник огромный собственник и никому вас он отдавать не хочет знаете как вот лучше ты будешь одинокая и жить в одиночестве без всяких отношений вот но тогда мне будет спокойно он девочки не жила он желает вам успехов удачи все что касается сфера с финансов сфера профессиональной деятельности там хобби творчество да здесь он будет только рад если у вас здесь все будет хорошо но у них сколько не желает вам счастья все что касается плана личной жизни он хотел бы чтобы вы были одна он хотел бы чтобы никакой другой мужик с вами не жил чтобы ни с кем вы не были счастливы потому что с этим он смириться не может он не может представить вас в объятиях другого человека он не может представить что вы обнимаете там целуете другого мужчину что вы говорите ему слова любви что вы о нем заботитесь он это не может пережить ведь это самая большая головная боль для него он говорит ты моя женщина так или иначе ты ты моя ты моя ценность драгоценность ты моя эмоция ты моя любовь да и я не позволю что чтобы кто-то здесь пытался занять мое место знаете девочки самое что здесь смешное так это в том что он в любом случае здесь планирует вернуться почему я так говорю он не хочет быть любовником для вас то есть как бы это странно не странно не звучало да и многие из вас скажут что а то что там он из меня пытался сделать любовницу это нормально да для него это нормально но если вы из него будете делать любовника или он приходит к вам и понимает что вот ведь тройка мечей и понимает что он для вас будет лишь мужчины номер два да он для вас будет любовником вот это неприемлемое состояние вот казалось бы да не приемлю быть любовником но соответственно о чем это да собирается возвращаться да не хочет столкнуться с унижением в виде того что он будет где-то на задвор когда когда нужен покажись когда не нужен спрячься там и не отсвечивай вот это его коробит на соответственно здесь главный вопрос если у вас мужчина да и насколько если есть насколько у вас серьезные отношения это то что его волнует это то о чем он переживает это это то что ему спать нормально не дает потому что в этой карте у нас всегда бессонница а если мы представляем вот такую вот комбинацию когда вы вот так куда мы покажем когда вы с другим мужчиной просто счастливы в объятиях вот здесь и я наверное думаю ему надо какие-нибудь сердечные лекарства сразу приносить потому что он этого точно не переживай да вот пытка для него значит была бы возможность записать то как вы обращаетесь с любовью с другим мужчиной какую вы ласку кого заботу проявляете вот может быть что то вот такое да как вы его обнимаете целуете и показать этому мужчине он не переживет там я не знаю миокарда были до копейки вот такой рубец однозначно собственник жуткий ревнивец жуткий и не хочет ни с кем соперничать потому что если у вас появится кто-то главный а вот он будет любовником смотрите какая для него для мужчины унизительная роль оказаться номером 2 оказаться вашим любовником вот и фонгать моя и . все мои хорошие я надеюсь что вы меня услышали я надеюсь что выводы вы свои сделали а вот здесь вы посмотрите тайна которая который он скрывает на сегодняшний день многие будут в шоке но по комментариям также очень много девочек который да я это видела я это чувствовал или я это прочувствовала все на собственной шкуре посмотрите не пожалеете кнопочка подписаться здесь и не забывайте ваши лайки ваши комментарии чем больше тем лучше помогает каналу жить а для меня это мотивация дело для вас новые видео снова и снова я с вами надолго не прощаюсь до встречи новых видео пока пока